МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Населявшие Аламут ассасины в зависимости от степени посвящения делились на пять ступеней. На самой низкой рядовые бойцы всегда готовы к исполнению приказа ценой собственной жизни. Однажды шейх принимал иностранного гостя и, желая показать, насколько велика его власть, сделал знак стражнику. И тот послушно бросился с крепостной стены. А находившиеся на верхней ступени иерархии исповедовали прагматичные славы, позволяли себе по-своему толковать Коран, могли нарушить запреты и не отказывали себе во всех земных радостях. Спонсоры и руководители современного мирового террора это и расчетливые циничные политики, и исламские фундаменталисты, и фанатики, одержимые идеей джихада и всемирного халифата. Для них живые бомбы – эффективный ответ на технологическое и военное превосходство Запада. За кулисами террора большая политика, большие деньги. Ищущие шахады, я жертвую вам 200 тысяч реалов. А что вы? Сколько вы пожертвуете? Вперед! Шейх Дирхам Абу Лухун жертвует 5 миллионов реалов. Аллах Велик. Шейх Абд-эль-Халет бин Шойхун – миллион реалов. Шейх Хусейн Аль-Сурми – миллион реалов. Аллах Велик. Сестра Набила Аль-Хакими – журналистка, жертвует полмиллиона реалов. Аллах благословит тебя. Они нуждались в деньгах. Был такой момент, когда на всем фронте было 10 тысяч патронов. Появился Аль-Заркауи и увидел, что ситуация очень непростая. У них не было денег, и они думали о соглашении с Талибаном. Он пришел в бешенство, сказал ни в коем случае, и дал им полмиллиона долларов. Эти деньги влили в них новую жизнь. Теперь они признательны Аль-Заркауи, не меньше, чем Аллах, потому что Он спас их. Теперь Он их контролирует. Если вы хотите контролировать любой джихадский фронт, вы должны его финансировать. Пророк говорит, того, кто не воевал или не снарядил воина, ожидают бедствия, которые навлечет на него Аллах. Другими словами, у тебя, как у мусульманина, нет никакой альтернативы, если ты хочешь быть под сенью Аллаха. Аллах испытывает тебя. Если ты дашь деньги, то будешь вознагражден. Но Он накажет тебя, если ты не дашь денег. И тот, кто поскупится деньгами во славу Аллаха, не избежит наказания. Для многих смертников, по сути, не так уж важно, где взрываться и кого убивать. Они могут проехать сотни и даже тысячи километров, чтобы взорвать себя на рынке в Багдаде, на митинге в Пакистане или у кафе в Кабуле. То, что жертвы мусульмане, видимо, мало их смущает. Те, кто их послал, лучше знают, кого нужно убить, чтобы стать мучеником за веру. Они твердили нам, что ислам только тогда будет процветать, когда рухнут все двуличные и неверные страны, за которыми стоят евреи и христиане. Они все время повторяли, что Аллах показал нам, что многие мусульманские и арабские страны являются неверными. И самое большое зло – это Саудовская Аравия. Один еминец сказал мне, что если того захочет Аллах, то мы войдем в Ир-Риад как победители. Мне это не понравилось. Я спросил его, а почему как завоеватели? Там живут наши братья и сестры. Он ответил, ты не понимаешь. Я спрашиваю вас, кто больше всего пострадал от рук террористов-самоубийц? Мусульмане или не мусульмане? Ответ – мусульмане. Количество мусульман, погибших от операции по самопожертвованию, намного больше, чем число убитых американцами или израильтянами. Вы разрешаете им взрывать себя среди так называемых врагов. А врагами для этих людей являются все, кто не придерживается их идеологии или не принадлежит к их религиозному течению. Поэтому, взрываясь, они считают себя мучениками. Все здравомыслящие люди в мусульманском мире, в том числе и многие духовные лидеры, категорически осуждают самоубийственный террор. Всякие, кто одевает на себя пояс смертника и уносит жизни мирных мусульман, как будто единственной целью мусульманина является убийство себя и других. Ради того, чтобы попасть в рай и жениться на черноглазых девственницах, презирает святость жизни и навеки навлекает на себя гнев Аллаха. Поэтому, почему мы не можем защитить ислам, объявив этих людей вне религии и изгнать их из мусульманской общины? Если бы они не воспитывались в этой террористической атмосфере, которая делает людей невежественными и поверхностными и превращает их в живые бомбы, вы считаете, что в арабских странах господствует атмосфера терроризма? Естественно. В атмосфере уважения прав человека и толерантности, в атмосфере, которая боготворит любовь и братство, а не убийство, люди не превращались бы в живые бомбы. Мы имеем дело с кровожадной религией или, скорее, с кровожадной интерпретацией этой религии. Некоторые интерпретации ислама кровожадны, другие более цивильны и гуманны. Существует огромная разница между этими интерпретациями. Все религиозные ученые, особенно салафи, говорили, что тот, кто взрывает себя даже среди врагов, совершает грех и будет наказан в аду. Голос этих людей, к сожалению, слышен слабо на арабской улице. Поэтому индустрия, производящая живые бомбы, продолжает работать на полную мощность. Наш девиз – это борьба с неверными и со всеми видами ереси во всем мире. Мы начали программу самоубийств, которая заставит неверных во всем мире понять, кто мы такие. В этом ладере была группа египтян, алжирцев, тунисцев, ливийцев, марокканцев, саудовцев, йеменцев, дагестанцев, чеченцев, голландцев. Там были пакистанцы, африканцы, индонезийцы со всех концов света. Это наша религиозная ирка обязанность. Нам не нужно ничьё разрешение. Это наш выбор, и мы не испытываем страха. Когда время настанет, самопожертвование станет неизбежным. Мы видим поток молодых людей и девушек, желающих стать самоубийцами. Их число дойдёт до 10 тысяч. 40 тысяч бомб замедленного действия в Иране. Таково количество добровольцев в настоящий момент. И запись ещё продолжается. Терроризм меняет наш мир. Общество испытывает подсознательное беспокойство и страх. Ведь они неотличимы в городской толпе. Зомби, одержимые маниакальной идеей и готовые ради неё убить кого угодно и где угодно. Где он? В кафе? В метро? В поезде? В самолёте? В церкви или в мечети? Усиливаются и усиливаются меры безопасности. Мы привыкаем к ним. Они уже не раздражают нас. Лишь бы защитили. Военные бомбят их в лагерях. Уничтожают их руководителей. Но всего этого недостаточно. Главное победить в битве образов и идей. Вести работу в информационном поле мусульманских стран. Чтобы молодёжь там не соблазнялась ложным раем. И не шла по пути сектантского культа к сладкой смерти. Люди, ищущие смерти, чрезвычайно опасны. Это огромная угроза для всего человечества. Для современной цивилизации. Угроза, которую многие ещё не осознали. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова